Всем огромный привет! Вы на канале Мисс Карина Завмир, глазами женщины. Меня зовут Карина, и я автор этого канала. Дело в том, что 3 декабря у меня был день рождения, и моя подруга, которая живет в Москве, а я живу в Тверской области, ухитрилась, чтобы именно к моему дню рождения успела дойти посылка. Она это приурочила именно к моему дню рождения и поздравления нам к Новому году. Так вот, я была безумно рада. Ну, кто не будет рад, когда приходит посылка с подарками, тем более как-то неожиданно, когда я вообще не ожидала такого. Но теперь вот в сезон такой пандемии, когда мы не можем выбраться, когда мы не можем встретиться, когда мы не можем лично вручить. Конечно, Почта России, вот тут хочется похвалить ее нам в помощь, чтобы вот так вот смогла помочь нам поздравить друг друга. Так вот, я, конечно, наверное, начну с парфюмерии и декоративной косметики. Мне подруга прислала вот такой парфюм, это Avon Eve Duet, когда, знаете, это, конечно, не новинка, но, тем не менее, это вот такой двойной аромат, который вот, смотрите, вытаскивается вот так. Его можно состыковывать, композицию составлять из двух ароматов, и второй вытаскивается. Или можно использовать отдельно, либо один парфюм, либо другой. Мне, конечно, понравился один из двух, он более свежий. Для меня приемлемы более какие-то такие свежие, невесомые ароматы. Второй, мне кажется, идет более вечерний. По отзывам, конечно, очень многие женщины и девушки пишут, что при состыковке двух этих ароматов, все равно один, который вот более такой, более тягучий, более восточный, он все равно на первое место вырвется. Из лаков прислала мне подруга аж три вот таких вот лака марки Opi. Ну, они, правда, вот таких насыщенных оттенков. Один коричневый, другой коричнево-серый с блестками, и другой вот такой вот сливовый с блестками. Я как-то уже отошла от таких темных оттенков. Не знаю, раньше я могла как-то еще когда-никогда накрасить, но теперь что-то вообще как-то отошла от темных. Но особенно из всей вот этой вот массы декоративной косметики мне очень понравилась помада от Фаберлик в оттенке 40.086. Кому это интересно. Я думаю, что это тоже не новинка, но тем не менее, так как я давно уже не заказываю косметику Фаберлик, мне она очень пришлась по душе. Это увлажняющая помада, и в очень-очень приятном оттенке, если вот на камеру или вообще вот так вот во флаконе смотреть, то она кажется какой-то такой коричневой насыщенной, кофейной может быть. Но если вы наносите эту помаду на губы, то на губах она совершенно выглядит таким нюдовым теплым оттенком. При этом она увлажняющая, поэтому она еще небольшое такое переливание на губах создает. Она не матовая, поэтому мне это вдвойне нравится, потому что все-таки зимой носить матовую помаду не совсем комфортно. Хочется более чего-то смягчающего, более увлажняющего, более такого нежного что ли на губах. Из уходовых средств мне подруга прислала два геля для душа. Морская лагуна. Ну, естественно, это мой любимый оттенок, мои любимые ноты вообще в уходовых средствах. Да, впрочем, наверное, и в парфюмерии. Это что-то морское, что-то нежное, что-то такое, знаете, свеженькое. Поэтому вот этому гелю для душа я безумно рада. А вот из серии вот такой вот Витамания, это Фаберлик гель для душа. Если вот это Эйвен серия Сенсис, то вот это Фаберлик. Вот когда я все-таки делала заказы в компании Фаберлик, я вот такую вот серию не пробовала гель для душа, поэтому тоже для меня это будет в новинку. Попробую 200 мл. И это идет... И это идет смородина и ежевика. Вот такой вот. То есть два абсолютно разных геля для душа. И разные марки, и разные направления. Один свеженький, другой более сладенький. Гель для душа еще такое же мыло туалетное. И из серии Сенсис, чайная коллекция, зеленый чай и вербена. Вот такое вот еще мыло. Энергия Ци. Китайская, да, что-то какое-то... Китайские мотивы звучат в этом. Тоже попробую. И в пару вот к этому гелю для душа вот такой крем для рук. Это тоже Витамания. И такой же идет с смородиной и ежевикой. То есть душ приняли. Еще и ручки отдельно можно улажнить. И еще из уходовых средств один продукт. Это, конечно же, так всем необходимый. Ну, по крайней мере, в большинстве, да, женщин. Это дезодорант. На этот раз это Гарнии Минерал активный контроль. Я от Гарнии пробовала много разных дезодорантов. На сегодня как-то я остановилась на дезодорантах DAF. Но вот этот вот тоже очень нахваливают. Попробую. 48 часов, конечно, наверное, не стоит обращать внимание. Ну, вот то, что хорошие положительные отзывы в интернете, вот именно на активный контроль. То, что он действительно сдерживает запах пота. То, что он действительно сдерживает мокрые подмышки. Чтобы не получилось казуса, если вы пришли, например, в офис, сняли верхнюю одежду и понимаете, что у вас на блузке проступили уже пятна пота. И при этом он не портит одежду, по крайней мере. Так нам обещают пользователи, которые уже протестировали этот дезодорант белыми пятнами. Поэтому посмотрю. Запах приятный. Я не скажу, что он назойливый. По крайней мере, из тех дезодорантов Горнье, которые я пробовала, я понимаю, что этот, ну, не такой уж прям назойливый и насыщенный. Думаю, что, может быть, дезодорант парфюма... Думаю, что, может быть, все-таки аромат парфюма перебивать не будет. Хотя не скажу, что я слишком часто пользуюсь парфюмерией, но все же подстраховаться хочется, чтобы дезодорант удовлетворял еще и этим требованиям. Ну, и от декоративной косметики парфюмерии я немножко перейду все-таки к дому. По уходу за домом, так как я домохозяйка, и за домом все-таки надо следить. Хорошая домохозяйка всегда должна быть на чеку. Поэтому мне прислали. Я так думаю, что это действительно приурочено с Новым годом. К Новому году мы всегда стараемся поменять кухонные полотенца, прихватки, и уже в Новом году, чтобы кухня была обновленной. Поэтому у меня аж два вот таких вот комплекта, прихваток. Красное и зеленое. Красное и зеленое. У меня, правда, кухня в синих тонах, но я думаю, что вот такое вот яркое и сочное вряд ли эту кухню испортит. Может быть, внесет немножко такого летнего позитива, летнего настроя. Ну и полотенца. Полотенца, которые никогда, мне кажется, не будут лишними, потому что полотенца всегда накапливают пятна, собирают на себя пятна, которые иной раз потом нельзя отстирать. И уже не совсем хочется использовать такие полотенца. Стараемся уже куда-то их на тряпки какие-то пустить или просто выбросить. Поэтому мне прислали вот такие вот красочные полотенца. Все они приурочены к Новому году. И его символу это корова-бык. Конечно же, мне кажется, любой подарок, когда он сдобрен кофе или чаем, когда вот это вот в качестве добавки какое-то дополнение присутствует, мне кажется, это никогда не бывает лишним. Это все время нужно. Чай и кофе всегда выпьются. Мне хочется обратить ваше внимание на два вот таких экземпляра чая вот в таких красивых подарочных коробочках. Вот это даже металлическое. Ее можно в дальнейшем использовать. Я думаю, что пригодится и всегда найдется. Для чего бы ее применить. Еще вот такой вот набор был в посылке. Это кофе Якобс. Маленькая баночка. Ну, мы уже допили ее. Практически. Потому что снимаю гораздо-таки позже моего дня рождения. Не было времени. И все равно вот как-то в голове держалось у меня, что я должна вам отснять вот эту вот посылку. Потому что она, ну, как-то стоит внимания. Она стоит того, чтобы осветить. И, может быть, какую-то такую наметку остальным, вот что можно высылать, да, вот по почте, чтобы действительно получить какой-то заряд позитива, заряд радости. И в этой упаковке еще была вот такая вот чашечка. Чашечка тоже Якобс. Наполняю радостью, дарю бодрость. Очень такая интересная. Ну, действительно, кофейная, чтобы, как говорится, кофе не упиваться, а просто им насладиться. Так как посылка, которую мне прислала подруга, предназначалась не только к моему дню рождения, но и как бы к Новому году, и Серафиму тоже была адресована. Поэтому для Серафима были вот такие вот фруктовые кусочки. Он их любит от фрута няни. Мы уже распечатали, уже едим. Уже распечатали, уже едим. Вот такая вот точилка, она же ластик. Она вот так вот открывается. Ну, он... Серафим у меня с ней играет, знаете, как с игрушкой. Говорит, это мой друг. Тем более он обожает такие конфетки. Знаете, пандочка бывает. Два шарика запакованы в упаковочке. В глазури. Поэтому для него это, конечно, друг. Вот такие вот фломастеры. Здесь часть фломастеров обычная, часть с блесками. Они шли не в стаканчике, они шли в упаковке. Но, к сожалению, пока шла посылка, пластиковая вот эта вот основа, которая закрепляет фломастеры в упаковку, она начала отлетать. Поэтому мы ее уже выбросили. И я просто в стаканчик серафиму поставила вот эти вот фломастеры. В качестве обучающего материала пришла вот такая вот к нам книжка. Это годовой курс занятий от 5 до 6 лет. Конечно, может быть, для нас немножко рановато, но попробуем все равно и позаниматься. Здесь и рисуночки, и чтение, и счет, состав чисел. В общем, довольно-таки увесистая книжонка, по которой можно будет позаниматься. Ну, и из одежды нам прислали вот такие вот двое трусишек. Правда, они нам великоваты в плане того, что они на нас выглядят, я имею в виду на серафиме. Они на серафиме выглядят вот здесь вот как шорты, потому что он все-таки для своих 4,5 лет немножечко меньше имеет размер одежды, чем его сверстники. Но есть у кого, у нас папа тоже был очень маленьким в детстве. Поэтому у нас как бы генетически вот это вот. Но резиночка здесь по талии все хорошо, и можно сказать, на нем эти шортики выглядят не как боксеры, как должно побыть, да, вот то, как они вот выглядят на самом деле. Они на нас выглядят как семейные трусы. Но серафиму понравились. Он примерил уже и те, и другие. Сказал, трусы классные, они мне в пору можно носить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова